Не случайно этот памятник воину, солдату, поэту, герою стоит здесь, на петербургской земле. В 1942 году под Ленинградом на Волховском фронте Муса, Залилов, Политрук, корреспондент армейской газеты «Отвага» защищал подступы к Ленинграду от фашистских захватчиков. Вырываясь из огненного кольца окружения, был ранен, пленен фашистами. Как тяжело он переживал свой плен, выразил в своем стихотворении «Прости, Родина!» «Прости меня, своего рядового, малую часть свою, прости, что я не умер, как подобает солдату в жарком бою». Кто сказал, что я предал? Кто посмеет бросить упрек? Волхов-свидетель, я не струсил, былинку сердце своей не берег. Скорпион умевает себя жалом, орел бросается со скалы. Разве орлом я не был, чтобы умереть, как подобает орлу? Подерь мне, Родина, был орлом я, горела во мне орлиная страсть. Уж я крылья сложил готовый, камнем без насмерти упасть. Что делать? Отказался от слова, от последнего слова, друг, пистолет. Враг мне сковал полумертвые руки, пыль занесла мой кровавый след. Жгучая боль и стыд в этих словах Джалиля. Он до конца оставался патриотом, солдатом своей Родины. Дело в том, что в 1942 году литлеровское командование стало формировать из военнопленных легионы для отправки на фронт. Узнав, что под именем Булатов скрывается татарский поэт Нусад Джалиль, фашисты стали его обхаживать, уговаривать, возглавить это движение. Я знаю от сослов бывших узников фашистских концлагерей, сподвижников по подфолью Джалиля, я знаю, что он категорически отказывался, но, посоветовавшись с друзьями, они решили, что надо принять это предложение якобы, чтобы организовать широкую пропаганду против фашистов. Свободное перемещение по лагерям позволило Джалилю и смелых, преданных Родине, нечестных людей сколотить маленькие подпольные группы в четыре человека и такую широкую сеть хорошо конспирированных подпольных групп удалось собрать. У них была капелла музыкальная, и мне удалось встречаться с руководителем капеллы, Рушатом Хисумуддиновым, исполнителем-певцом, который пел татарские народные песни, Гарафом Фахурдзином, и от них я знаю, что агитация и пропаганда антифашистская шла через народные песни, через листовки, и вот эта вот контрпропаганда фашистской затеи сорвала коварный план гитлеровцев о легионах против Красной Армии. Два батальона, сформированных и отправленных на фронт в районе Витебска, перебив своих немецких офицеров, ушла к партизанам. Налаженная связь с партизанами позволила сохранить жизнь людям. Третий батальон не был отправлен. Это был татаро-башкирский батальон, Идель-Урал. Фашисты уже заподозрили что-то, что есть какая-то подпольная группа. Но настолько широко была захвачена подпольная работа, что уже готовилось восстание во всех лагерях и назначено было на 15 августа. А арест отдельных людей привел к массовому аресту и сорвался этот план. 10 августа был арестован Джавиль, но дело его не умерло, а продолжалось. Было в этом батальоне третьем массовое восстание, которое, конечно, жестоко было подавлено. Однако удалось этой подпольной деятельности групп сорвать коварный план фашистов о том, чтобы загнанные в легионы голодом, исчезаниями люди, советские воины, стреляли в своих братьев. Вот этот героизм был высоко оценен советским правительством и присуждено было Джавилю звание Героя Советского Союза. Но это солдат, это личность, которая пошла на большой риск, чтобы сорвать такой коварный план витлеровцев. Однако это был еще поэт-герой. До конца своих дней солдат своей родины, Мусат Джавиль, ее поэт, писал стихи. «Пускай мои минуты сочтены, пусть ждет меня палач и вырыта могила. Я ко всему готов, но мне еще нужны бумага белая и черные чернила». Вот эти слова выражают стойкость поэта, его преданность к своему делу и его героизм.